Конкурс очень интересен, то есть он такой очень большой по масштабу. Поразил, как организаторы все для нас организовали, мэр города, как подготовил конкурсные залы, какие были призы, подарки, внимание к участникам. Все оставляло позитив и настраивало на позитив. Интересные были мероприятия конкурсные. Больше всего понравилось, наверное, все-таки занятие с детьми, называется мероприятие с детьми. Мое было, называлось «Черное море мое». Вот она, Маша. Знаете, что она делала? Пока она одна плавала у нас на корабле, сделала много разных фотографий морских обитателей, а сама не знает, кто они и несут ли они какую-нибудь опасность. Сейчас у меня будет Илюша внимательно слушать и отгадывать. Какую же фотографию сделать? Что же это за водный обитатель? Мы научились взаимопомощи, сотрудничеству с участниками. То есть практически ни одного участника не было. Какой-то, да, злобленности друг к другу. Все друг друга поддерживали, помогали в мастер-классах. Ребенок живет в дружной семье, взаимодействует с ними. Ребенок проявляет успешность и творчество во всех видах деятельности. Это хороший воспитатель для ребенка. Это самое главное, конечно, это желание ребенка ходить в детский сад, самое главное для педагога. Спасибо, коллеги. Мастер-класс был адресован педагогам, но так как у нас каждый педагог – это родитель, это мама, тема моего мастер-класса была «Безопасность в быту». Перед вами картина с опасными предметами. Но задание будет не совсем простое. Вы не должны мне перечислить просто опасные предметы. Так как мы все педагоги, мы должны найти именно предмет и обосновать эту опасность, которая грозит ребенку. Зрители, то есть фокус-группа, именно находили опасные ситуации и рассказывали, что может произойти, если мы, то есть оставим включенную мутюк, ребенок один дома, да, открыто окно, то есть элементарные какие-то действия, какие-то предметы, какую опасность они несут. Зрители ее находили, соответственно, и говорили мне пути выхода из этой ситуации. Самое сложное испытание для меня конкретно было педагогическая находка. Как бы все было отработано, все было подготовлено. Состав жюри новый, то есть такой очень сильный, да, объективный, но все равно переживаешь, какой же вопрос тебе зададут. Ты думал, как, смогу ответить или нет. Ну, конечно, все прошло гладко, не было такого вопроса, на который бы я не ответила. Но внутренние переживания, они были именно вот у меня по педагогической находке, это вот мое лично. Потому что была очень сильно проделана большая работа, очень было много материала изучено. Более полугода после краевого конкурса я готовилась к российскому конкурсу. И поэтому от того, что я к этому стремилась, у меня была поставлена цель, как бы я до нее дошла. То есть я попала в пятнашку, что за 12 лет впервые в Алтайском крае.